Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня будет довольно тяжелая и сложная тема. Она о Ральфе Рангнике и о его уходе из клуба. Вообще, то, что я сейчас буду говорить, по идее должен был говорить клуб в течение пяти последних месяцев. Именно клуб должен был убеждать болельщиков в том, что стратегия будет работать, в том, что Ральф Рангник это классный специалист, и те, кого он привел, это тоже классные специалисты. Они должны были говорить об этом на пресс-конференциях, в интервью-прессе, со страниц сайта или социальных сетей, или просто на встречах с болельщиками. Говорить, показывать, показывать презентации, рассказывать, картинки, видео, все возможное, пустить в ход для того, чтобы убедить болельщиков в том, что Локомотив будет таким сильным клубом, каким мы только хотим его видеть. Но ничего этого не было, клуб молчал, и вскоре работа Рангника и его команды стала обрастать какими-то мифами и подробностями, зачастую неприятными для клуба, и даже те, кто изначально верил в то, что все идет во благо, в конце концов перестал верить и стал слушать телеграм-каналы, которые, конечно, все это выставляли абсолютно в однобоком свете. За все это время было только пара попыток объяснить, что вообще происходит, и некоторые из них были совсем неудачные, вроде пресс-конференции. Сегодня, например, Карпу, анонимный источник из клуба, рассказал о том, что контракт Ральфа Рангника на 4 миллиона евро, это на самом деле контракт на всех 12 членов команды Рангника. Рангник получал достаточно большую часть, и теперь, естественно, не будет ее получать, потому что Рангник уехал в Мачестер Юнайтед. Ну, соответственно, освободившиеся деньги будут пущены на что-то еще. Это довольно очевидная истина, как и то, что Рангник не получил все свои деньги заранее, и потом, отработав три месяца, просто уехал в Мачестер Юнайтед, имея в кармане 4,5 миллиона евро. Это, ну, любой думающий человек понимает, да, что зарплата платят раз в месяц, или там, может быть, раз в три месяца, в зависимости от того, как будет работать договоренность. Но никак не то, что вся сумма была заплачена заранее, и теперь мы ее потеряли, потому что Рангник уехал. Нет, конечно, так не работает, но это тоже нужно объяснять, потому что, если вы не объясните этого, обязательно появится какой-нибудь Кирилл Котов или Николай Наумов, который расскажет, что было именно так, что просто локомотив отдал 4,5 миллиона, а дальше цифры будут расти и 5, и 6, и 10 миллионов. Ну, а Рангник их получил и решил, что делать ему в локомотиве больше нечего. Увы, но бороться с этим можно только разговаривать, только каждый раз, объясняя свою собственную позицию. Как сейчас это сделали через Карпа, и вроде бы никто не умер. Все болельщики прочитали и поняли, ага, ну, хорошо. Клуб этого не делал, поэтому закономерно огребал, огребает и будет огребать впредь. Но, пожалуй, в этот раз я все-таки впишусь и поработаю немножко за клуб, расскажу, что же все-таки происходило и почему в том, что происходило, была своя логика. Правда, я напомню, что самый лучший способ поддержать канал, это поставить лайк к этому видео, подписаться, если вы еще не подписались, написать в комментариях, что автор вообще ничего не понимает в футболе, ну и разослать этот ролик всем своим знакомым. С обязательной программой разобрались, поехали восстанавливать хронологию событий. Начать стоит с конца 2020 года. Сейчас уже почему-то немногие помнят, хотя прошел всего год, но локомотив к концу 2020 года подходил в просто кошмарном состоянии. Был третий подряд провал в Лиге Чемпионов. Локомотив стабильно набирал по три очка, занимал четвертое место и вылетал, освобождая себе весну на то, чтобы продолжать борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на следующий год. В этот раз задача осложнялась тем, что в турнирной таблице российской премьер-лиги локомотив занимал всего восьмое место с огромнейшим отставанием от первой двойки. На финише первой половины сезона локомотив потерпел несколько сверхкрупных поражений, а в обороне блистал такой футболист, как Слободан Райкович. Из купленных за почти 15 миллионов евро на поле не помогал практически никто. У Камано за 15 матчей было 0 плюс 0, а Зе Луиш хоть и неплохо играл в Лиге Чемпионов, в российской премьер-лиге такое ощущение, что просто не появлялся. Для Жасура Желаледдинова, за которого заплатили практически миллион евро, места в заявке не нашлось и вовсе. От чемпионской команды, от тех футболистов, которые завоевывали чемпионство, от структуры клуба не осталось практически ничего. Давайте поблагодарим за это Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова. И это важный момент, потому что в большинстве статей, которые мы читаем, за точку отчета почему-то берется конец сезона 2021, в котором локомотив завоевал кубок и бронзовые медали. Но это все уже случилось после ряда преобразований, которые сделали Плутник и Леонченко, новые руководители клуба. Если бы в конце 2020 года из РЖД не ушел бы Анатолий Мещеряков, а Василий Кикнадзе также бы и продолжил руководить локомотивом, то не было бы никакой бронзы, никакого Кубка России с вероятностью в 99,9%. При этом первые решения руководства были довольно банальными. Эти решения мог принять кто угодно, не обязательно Плутник и Леонченко, да, могла прийти Смородская, делал бы примерно то же самое. Ну, например, убрать престарелого серба, который пришел не весь зачем, в локомотив из серии B и заменить его на более-менее качественного центрального защитника. Таким оказался Пабло, игрок, который поиграл во Франции, даже призывался в сборную Бразилии и в целом очень здорово вписался в коллектив. Кроме этого, в селекционный отдел, в котором на тот момент уже никого не было, назначили Андрея Федорова и Александра Самедова. У Александра Самедова не было никакого опыта, Федоров был тренером где-то в Узбекистане, работал в Рубине, ну а затем почему-то Андрея Федорова вообще в Казанку главным тренером переместили. В общем, довольно хаотично и очень укладывается в канву, как управляется обычный российский футбольный клуб. Для фундаментальной работы, для того, чтобы локомотив вырос во что-то больше, нужна была, конечно, помощь со стороны. Помощь пришла от Романа Абрамовича, который своему другу Александру Плутнику посоветовал Евгения Меркеля, который долгое время работал в Витесе. О связи Челси Абрамовича и Витеса вы, в принципе, наверняка все знаете. Меркель практически сразу приступил к изучению клуба, и пошли какие-то небольшие преобразования. Я знаю, что Меркель проводил очень много собеседований с различными сотрудниками клуба, и эти собеседования могли длиться и по часу, и по два. В скором времени рядом с локомотивом появилась и фигура Ральфа Рангника, человека, который имеет репутацию, возможно, лучшего клубного строителя в европейском футболе. Он приехал на матч Спартак-Локомотив, и, судя по всему, именно в эти сроки примерно приступил к консалтинговой работе, то есть советовать, где, что, как локомотиву стоит изменить, для того, чтобы стало лучше. Собственно, именно с этого момента можно сказать, что началась масштабная перестройка клуба. Болельщики имеют право задать вопрос, а нужна ли была эта перестройка клуба, учитывая то, что локомотив, в принципе, завоевывал кубки, локомотив играл в Лиге Чемпионов, локомотив завоевывал медали Российской Премьер Лиги. К сожалению, ответ на этот вопрос, скорее всего, да, и причины сугубо экономические. Модель, по которой клуб жил ранее, это затянуть пояса потуже, потратить на трансферную кампанию примерно 15-20 миллионов евро, купить игроков, понадеяться на то, что попадем в Лигу Чемпионов и в этой Лиге Чемпионов мы выступим успешно, кое-как закрыть от доходов бреши и купить новых игроков для того, чтобы на следующий год снова выступать успешно в Российской Премьер Лиге и Лиге Чемпионов. Это довольно сложная модель, но она имеет право на жизнь. Гораздо проще в этой модели жить, когда у тебя бездонная бочка денег, как, например, у Зенита. Локомотиву же нужно было попадать в каждый трансфер и при этом еще надеяться на то, что в Лиге Чемпионов все сложится успешно. Проблемы наступили на первый же сезон. К сезону 17-18 у Геркасу получилось собрать банду, которая неожиданно для всех боролась за золото чемпионата России и выиграла его. Взял Денисова, взял Кверквелью, взял Фарфана и это все каким-то образом неожиданно сработало. Но следующее же трансферное окно и показало слабость такой системы. Были приобретены вроде сильные футболисты Криховик, Хеведес, Смолов. На них было потрачено порядка 25 миллионов евро. И отбить такую сумму можно было только успешно выступив в Лиге Чемпионов. Благо мы были в первой корзине и соперники у нас должны были быть не очень сильными. Но чем все закончилось вы знаете. А в декабре Илья Леонидович покинул клуб. Мы не знаем причин, по которым Геркус покинул клуб и навряд ли уже когда-нибудь узнаем. Но я думаю, что финансовая причина была одна из тех, которые озвучивались Илье Леонидовичу. Сами по себе футболисты, которые покупались в то трансферное окно, на самом деле сильны. И Криховик, и Смолов, и Хеведес, и Рифат Жемалединов, и даже Брайан Идову, который сыграл на чемпионате мира 2018 года. Но сейчас, спустя всего 2,5 года, в клубе не осталось, кроме Смолова и Рифата Жемалединова, никого. Да и Смолов, судя по всему, скоро клуб покинет. При этом клуб не очень много заработал на этих футболистов. Не так много в Лиге Чемпионов, потому что были сплошные поражения. И не так много на продаже, потому что продали только одного Криховика за 3-5 миллионов по разным данным. Ну а добил команду Василий Кикнадзе, который за следующие 2 года потратил примерно 25 миллионов евро, без учета кошмарных агентских, которые затем всплыли и составили еще, наверное, около 10 миллионов евро. При этом, за исключением Мурила и Камано, из футболистов, которые покупал Василий Кикнадзе, в клубе не прижился вообще никто. Да и Мурила с Камано, мягко говоря, на 25 миллионов евро не играют. В итоге, в 2021 году Локомотив обнаружил то, что потратив за 3 года около 50 миллионов евро, в команде просто банально не хватает сильных футболистов. И пополнение для состава приходится брать в казанке, благо она работает и Академия постоянно дает таланты. Продать купленных футболистов тоже невозможно, они довольно возрастные, не то чтобы сильно большого таланта. А зарплата огромная и сроки контрактов длительные, так что Локомотив продолжает терять, терять и терять. Здесь можно было бы воскликнуть, да пофиг сколько тратят главные победы, главные результаты. Но и с результатами беда. Мы начинали с чемпионства в 17-18 году, мы боролись за чемпионство в 18-19. В 19-20 мы уже достаточно сильно отстали от Зенита и за чемпионство не боролись. В 20-21 мы уже заняли только третье место. И то пришлось делать какой-то сумасшедший рывок с 8-го места на третье и все могло закончиться совершенно иначе. В общем для РЖД ситуация складывалась довольно грустная. Правда об этом почему-то мало кто говорил. Но в принципе понятно, ситуация для российского футбола обыденная. Здесь никто не привык зарабатывать деньги. Здесь привыкли то, что спонсор тебе дает свои 5,5 миллиардов рублей, а ты их тратишь в меру своих способностей. Можно ли было продолжать в Локомотиву жить в этой самой парадигме, получать по 15 миллионов евро на трансферы, каким-то образом их тратить, надеяться, что когда-нибудь ты снова попадешь, соберешь чемпионскую команду и может быть успешно выступишь в еврокубках. Наверное можно было. Но можно ли понять РЖД, которые решили поменять немножко правила игры? Я думаю, что тоже можно. Следующая важная точка, про которую нужно поговорить, это фигура Марка Николича, которая тоже обросла всякими мифами и легендами. Фигура Марка с самого начала была овеяна мифами, которые придумал Василий Кикнадзе. Ну помните про атакующий футбол, про молодых, которых воспитывал Марка. На поверку всего этого не было и сам Марк это опровергал. Он говорил о том, что он играет в тот футбол, который приносит победы, а на поле будут играть самые сильные вне зависимости от возраста. И мы это прекрасно видели в концовке прошлого года. Еще раз приветствую всех, дорогие друзья. Так получилось то, что предыдущая часть видео была записана неделю назад. И на том самом моменте, когда я начал говорить про Марка Николича, у меня пропал голос. И сейчас, наверное, вы можете слышать, что он еще не до конца вернулся. Но неделя прошла, и я все-таки должен записать это видео. Оно, конечно, уже немножечко потеряло свою актуальность, потому что Рагника с нами нет уже больше недели. И все, кто хотел высказаться по этой теме, уже высказались. Но видео я все равно закончу, видео я все равно запишу, потому что темы, которые в нем поднимаются, они, в общем-то, даже не совсем про Рагника, они не совсем про ту ситуацию, которая конкретно случилась с Локомотивом. Это про весь наш российский футбол и про то, каким образом он живет, про то, почему у российского футбола настолько все плохо в Европе, на международной арене, про то, почему люди, которые в этом российском футболе находятся, не хотят ничего менять, но при этом постоянно задаются вопросом, как же так, почему мы снова проигрываем. Неделю назад я успел только поговорить о том, почему вообще Локомотиву понадобилось менять вот эту вот схему, по которой живет российский футбол, дотационную схему, когда спонсор просто выделяет кучу денег, а команда, клуб ее осваивает с разной степенью успешности. И закончил на фигуре Марка Николича. Фигура Марка Николича обросла мифами и легендами еще задолго до того, как приехал сам непосредственно Марка в Локомотив. Кикнадзе говорил о том, что он работает с молодыми, Кикнадзе говорил про атакующий футбол. Оказалось то, что все это очень далеко от реальности, причем сам Марка Николич об этом сразу же там буквально в первых же интервью начал рассказывать о том, что нет-нет-нет никакого атакующего футбола, играем в тот футбол, который приносит результат. Ну а про молодых он говорил о том, что будут играть те, кто приносит результат. И можно было, например, год назад вспомнить матчи, в которых Локомотив проигрывал, в которых Марка Николич ставил игроков на не свои позиции. И только когда уже совсем не осталось футболистов, когда уже просто некому было выходить в центре поля, он вдруг выпустил Максима Мухина, и оказалось то, что это абсолютно рабочие варианты. Все это время можно было спокойно, совершенно играть с Максимом Мухиным, а не городить кучу совершенно идиотских схем, в том числе ту, по которой мы проиграли Зальцбургу в решающем матче Лиги Чемпионов. Это абсолютно здравый подход для тренера, которому нужно завоевать болельщиков, завоевать какую-то репутацию в новой для себя стране. И у Марка Николича это получилось, болельщики его полюбили, а это было очень сложно после того, как он сменил Юрия Павловича Семина. Изначально же было очень много негатива к Марка, но я думаю, что он эту ситуацию перевернул, и я в том числе отношусь к Марку очень положительно. Но это оказался очень достойный, хороший тренер, за работой которого было интересно наблюдать. Да, у Николича были проблемы с результатами под конец, и год назад были большие проблемы с результатами осенью, и в целом осень явно сильно ему не давалась. Но проблемы Марка Николича и нашей новой системы, они, конечно, лежали далеко за пределами результатов. Думаю, что вполне могли и потерпеть немцы неудачную серию из трех матчей, если бы Марка Николич делал то, что они хотели, да, если бы Марка Николич прививал тот футбол, к которому стремится клуб. Главная проблема во всем этом, это то, что Марка Николич не мог или не хотел работать под руководством Ральфа Рагника и делать то, что хотели немцы, да. То есть немцы покупают футболистов под одну методику игры, нанимают персонал под эту же самую методику игры, а главный тренер говорит, что нет, мы будем играть совершенно по-другому, мы будем играть низким блоком, мы будем выбегать периодически в атаке и это могло бы спасти Николича. Будь результат, я думаю, что спокойно Баранник дотерпел до зимы и Плутник дотерпел, не знаю, кто там в итоге уволил Марка. Журналисты все пытаются докопаться до этой истины, но у них не получается. Но факт есть факт. Невозможно представить локомотив, в котором спортивный блок движется в одном направлении, а тренер и команда в противоположном. Это просто не будет работать и этот Гордиев Хутилл в итоге был разрублен. Получилось так, как получилось. Мне кажется, что все-таки увольнение Марка Николича было не своевременным. Либо увольняете его раньше, либо увольняете его уже в зимней паузе, но то, как это было сделано именно в октябре, не пошло на пользу никому. При этом, ну в целом, если вы смотрели игры локомотива под руководством Марка Николича в августе, в сентябре, ну я думаю, что вы прекрасно понимаете, что локомотив не показывал никакое чудо игры, локомотив не показывал никаких чудо-результатов. Да, какие-то очки ему набирали, да, какие-то победы одерживали, но обычно это были какие-то очень натужные победы, волевые победы, очки набирались там на последних минутах, как, например, с «Зенитом», когда право на пенальти получили, или с какими-то чудо-отскоками, как с «Динамо», когда «Динамо» там не попадало с метра по пустым воротам уже. В общем, спасти Николича могли только результаты, и когда результаты закончились, последняя спасительная лазейка для Марка в локомотиве исчезла. Хороший ли тренер Николич? Да, безусловно. Была ли гарантия того, что если бы мы оставили Николича, то сейчас было бы лучше, или если бы мы оставили Николича, то следующую весну мы провели бы так же, как предыдущую? Ну, мне кажется, что довольно оптимистично говорить о таком. Так что имел ли локомотив право пойти другим путем и сменить тренер Николича на тренера, допустим, Гиздаля? Ну, мне кажется, что имел. Другое дело, что увольнять Николича стоило только, если у вас есть прям вот стопроцентный железобетонный вариант на замену. А уже сейчас понятно, что Гиздаль это был неким авральным вариантом, которого взяли только потому, что он был свободен и более-менее подходил под видение Рангника того, как должен играть в футбольный клуб. Третий момент, который очень важно обсудить, это, конечно, трансфер, потому что сейчас тоже, опять же, очень много разговоров идет о том, что вот, Рангник потратил 30 миллионов и уехал, и что теперь делает Локомотиву? Это, ну, довольно странные разговоры, потому что, если вы посмотрите по трансфер-маркету, если вы посмотрите просто предыдущие сезоны, вы увидите то, что Локомотив тратил по 15-20 миллионов евро в каждой из последних годов. И это нормально для Локомотива. Да, сейчас потратили немножечко больше, но сравните, насколько более качественные трансферы и насколько более интересные трансферы получились, потому что раньше, да, мог Василий Кикнадзе потратить 15 миллионов евро, купить Зе Луиша, купить Джорджевича, потратить 6 миллионов на аренду Жуау Марио, потратить там 2 миллиона на Лыстцова, потратить на Жасура Жулалединова 1 миллион. И в итоге мы сейчас видим о том, что этих футболистов просто в Локомотиве нету. И другое дело, да, когда вы покупаете Марадишвили, когда вы покупаете Бика-Бика, Керка и Тина Едвая, и Наира Тикнезяна, и уже сейчас, уже сейчас можно сказать, что эти футболисты провели на поле минут больше, чем все, кого купил Василий Кикнадзе в прошлом межсезоне за весь сезон. А сейчас прошла только половина, чуть больше. И уже видно то, что эти молодые футболисты, молодые им по 20, 22, 23 года, они уже сыграли больше, и, соответственно, дальше они будут играть еще больше и приносить клубу еще больше пользы. Эти футболисты останутся с нами еще надолго, а если и не останутся, это означает то, что их выкупили, заплатив достаточно весомые деньги. Вы просто посчитайте, сколько футболистов, получается, Локомотив сейчас купил в основу, и подумайте о том, сколько бы потратил Зенит, Краснодар, Спартак или ЦСКА на то, чтобы купить, например, пять игроков себе в основной состав. Я думаю, вряд ли это будет меньше 30 миллионов евро, и о какой тогда растрате вообще может идти речь. Да, именно столько сейчас и стоит покупка футболистов в основной состав клуба, который претендует на высокие места. Готовы ли эти футболисты бросить вызов Зениту прямо здесь и сейчас? Мы видим, что нет. Прямо здесь и сейчас они, конечно, уступают, они нестабильны и могут проиграть даже таким командам, как вот Урал или Арсенал. Но через год, через полтора эти футболисты окрепнут, и более того, да, если вот сейчас прикинуть примерный состав, условный примерный состав Локомотива, то мы можем видеть то, что даже через пять лет футболисты, которые сейчас в Локомотиве играют и которые сейчас в Локомотиве в основном составе, будут в самом своем соку. Там Бека будет по 25 лет, по 26 Мардишвили, по 30 лет, который, ну, в общем-то, нормальный для защитников, будет Тину Едваю, Керку будет около 30. В общем, абсолютно рабочий возраст, и это значит то, что Локомотив имеет возможность в следующие пять лет развиваться эволюционно, а не меняя постоянно костяк команды. В отличие от приобретений прошлых сезонов, когда с каждым годом мы знали то, что футболист будет только терять свою форму и будет только хуже, да, то есть мы покупаем футболиста, например, Зелуиша, и мы знаем, что он наиболее оптимален именно здесь и сейчас. Через год он будет хуже, через два он будет хуже, а через три у него заканчивается контракт, и мы его никому не продадим, и он уже просто перестанет играть. Вот так мы комплектовались раньше, и сейчас эта концепция была изменена. Эффективно ли были потрачены эти 30 миллионов евро? Мне кажется, что очень эффективно. Следующая тема – это то, что вообще пытался сделать Рангник в клубе. Тоже многие, мне кажется, не совсем понимают, что Рангник не приходил в Локомотив спортивным директором, да, человеком, который вручную все контролирует, вручную утверждает каждую сделку, по каждую тренировку. Это все ему не нужно. Ну, по крайней мере, за этим точно не пошел в Локомотив. Для этого у него там есть Миланы, Манчестеры, Лейпциги и прочие команды. В Локомотив он пришел консультировать, в Локомотив он пришел наладить клубную систему, клубную структуру, назначить на ключевые посты, так как он видел, как должен работать футбольный клуб, назначить адекватных людей, адекватных специалистов, которые могут уже работать самостоятельно, и просто наладить взаимодействие этих самых отделов. Создать селекционный отдел и показать, как он должен работать, да, назначить туда Мекеля главой этого самого селекционного отдела, Вален Вайна, Тома Рейнольдса, для того, чтобы они скаутили и отсматривали весь мир, и у них было большое количество кандидатов. Работу этого самого отдела мы сможем увидеть только в следующей межсезонье. То, что было до этого, это была просто штучная работа Рагника, да, потому что нужно было прямо здесь сейчас заполнить какие-то пустоты в нашем составе, которые образовались по разным причинам. Настоящая работа, может быть, даже не зимой будет видна, а только следующим летом. Вообще вся концепция работы Рагника, она направлена на постоянное самосовершенствование футболистов, на то, чтобы каждый игрок каждый день становился лучше, чем он сам в предыдущие дни. Это и медицинская работа, диетологи, и работа с тренером по физподготовке, и работа с видеоаналитиками, которые тоже очень много информации дают именно для личностного роста футболистов. Всего этого в Локомотиве не было, и все это теперь появилось. Но результаты этой работы, это, конечно, не двухмесячные, не трехмесячные. Футболисты должны начать расти над собой, а это процесс небыстрый. Соответственно, результаты того, как футболисты, вот особенно молодые, 20-летние, начнут прибавлять, это тоже мы все увидим, ну, возможно, уже этой весной, может быть, следующим летом. Но требовать, чтобы эти футболисты показали результат здесь и сейчас, тоже, мне кажется, достаточно преждевременно. Здесь и сейчас должны были тащить старички, но некоторые старички поломались, а от некоторых оказалось толку очень мало. Ну, естественно, специалисты, которых нанимал Рагник, были так или иначе знакомы ему по различной работе в его предыдущих клубах. Он вообще знает весь футбольный мир, и поэтому не должно удивлять то, что Рагник приглашал специалистов, с которыми он пересекался где-нибудь в Шальке, в Хофенхайме, или просто по работе в Германии, в Редбуле, в Австрии. Просто потому, что, ну, футбольный мир тесен, и вы можете найти вот эти совпадения достаточно легко между любыми специалистами с мировым именем. Да, специалисты, которые в итоге пришли в Локомотив, они не то, чтобы сильно имениты, за исключением, наверное, Ларса Корнетки, который работал с Гвардиолой, и в целом достаточно востребован на европейском рынке. Но при этом надо понимать, что мы Локомотив, и вот мы позвали Рагника, и как только Рагник оказался нужен Манчестер Юнайтед, естественно, между Локомотивом и МЮ Рагник выбрал Манчестер Юнайтед. Но мы можем быть уверены, что такой ситуации не возникнет, например, с Кристианом Мекелем, которого, ну, не позовет, например, условная Бавария, и он не соберет Манатки. А я уверен, что любой специалист, например, если бы Шварц или Бууча сейчас позвала Баруси или Бавария, то они точно так же бы покинули Динамо, как и Рагник уехал из Локомотива. Но мы набрали специалистов, которые по уровню Локомотива и которые готовы здесь и сейчас ему помогать и передавать все свои знания. И последняя вещь, про которую тоже, ну, уже много говорили, но надо еще раз повторить, это пресс-конференция, которая была дана по случаю представления стратегии Локомотива, на которую почему-то журналисты до сих пор очень странно отзываются. И постоянно пеняют о том, что Рагник там не отвечал на вопросы, о том, что клуб представил какую-то странную стратегию, по которой хочет, оказывается, почему-то выигрывать чемпионаты России, далеко заходить в Еврокубках, продавать футболистов и вообще зарабатывать. Вот странный клуб. Как вообще такое можно желать? Неужели нельзя просто получать деньги от РЖД и спокойно их тратить? Бесспорно, сама пресс-конференция, то, как она была организована, это крайне неудачный формат, потому что эта стратегия, это большее обозначение своих целей, да, вот некий KPI, который нужно Локомотиву выполнять и к которому он стремится. В то время как пресса, которая туда пришла, судя по всему, ожидала, что это будет какой-то бесплатный семинар Рагника, на котором он им за полчаса передаст все свои знания. Но такие семинары стоят достаточно дорого и сам Рагник стоит достаточно дорого для того, чтобы просто брать и передавать все свои знания. Естественно, на таких пресс-конференциях говорятся общие слова, а общие слова, они больше нужны фанатам и болельщикам. Именно для болельщиков нужно было устраивать такое мероприятие, какое проходило в конце мая этого года, когда позвали актив болельщиков, которые задавали вполне себе грамотные, внятные вопросы, которые, в отличие от журналистов, посвящены в дела клуба, а не спрашивают постоянно, кто уволил марки, как называется консалтинговое агентство Рагника и Корнетки. И в прямом эфире показать всем болельщикам, и чтобы Леонченко, Плутник, Рагник, Гиздаль рассказали, к чему мы движемся, чего мы хотим, и, соответственно, дали какую-то надежду на лучшее будущее. К сожалению, коммуникации клуба и болельщиков ее нет, но об этом я говорил еще в самом начале предыдущего ролика, который я снимал неделю назад, поэтому повторяться не буду. Сама по себе стратегия, естественно, абсолютно адекватна, потому что любой клуб, кого не спроси, любой клуб будет стремиться ровно к тому, что написано в этой самой стратегии. Побеждать в чемпионате, хорошо выступать в Еврокубках, повышать интерес аудитории, дешево покупать игроков, дорого их продавать. По сути, то же самое, что написано и в стратегии. Наверное, не надо было тратить на такую стратегию 100 миллионов рублей, но это уже дело подсчета денег, в которое я не особо хочу соваться. Достигнет ли локомотив этих успехов? Гарантировано ли ему вот это достижение этих успехов? Нет, ни одна стратегия ничего подобного не гарантирует. РФС, помнится, принимал стратегию, по которой сборная России должна была быть чемпионом мира в 2018 году, но, к сожалению, что-то пошло не так. Это обозначение целей, это то, к чему мы стремимся, то, чего мы хотим достичь, и то, к чему мы будем прилагать самые свои максимальные усилия. Но футбол — это конкурентный вид спорта. И уже сейчас, например, появилась «Динамо», которая по той же самой стратегии и действительно работает, а не просто о ней заявляет, как то же самое абсолютно заявлял Геркус на той самой закрытой встрече, как Василий Кикнадзе говорил все примерно то же самое в своих интервью, только действовал прямо противоположно тому, что говорил, но заявлять никто ему не мешал. Вот сейчас есть «Динамо», которая и говорит, и делает примерно в том же самом ключе, который и выбрал для себя «Локомотив». И это конкурент. «Зенит», который обладает бездонным бюджетом, и «Краснодар», который в целом тоже наверняка хотел бы чем-то примерно таким же заниматься, и много еще клубов наверняка составит нам конкуренцию. Но если «Локомотив» не будет шарахаться из стороны в сторону, если действия клуба, если сотрудники клуба, которых нанял «Рангник», или которых затем уже будут нанимать «Плутник», «Цорн» и остальные, будут работать в едином направлении, то, конечно, это рано или поздно принесет успех. По-другому просто не бывает, особенно в нашем футболе, где явный кризис управления есть, и где клубы как раз меняют свои стратегии работы по несколько раз в год и не могут планомерно просто дождаться успехов. Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, то, что все у «Локомотива» должно быть хорошо.